Библия говорит, когда явилась благодать Божья и человеколюбие, Он спас нас не по делам нашим, но по Своей великой милости. Амин. По Своей великой милости. По Своей великой милости. Вдумается в это глубоко. Сегодня Бог нам говорил, Тайно Бог дал шанс. Милость. Человека сопровождает Божья милость. Тебя сопровождает Божья милость. Если вспомнить, сколько раз ты вынужден был пред Богом стоять на колени и говорить, Господь, прости меня, или другими словами, перед родителями краснеть за свои поступки пред Богом. Но Бог продлевал милость, правда? Амин. Слава Богу. Слава Ему. Я продолжаю размышлять о великой милости Божией. И сегодня мы читаем Матфея, 5 глава, 7 стих. Блаженны и милостивы, ибо они помилованы будут. Я думал, Господи, очень простой стих, но в нем сокрыта Твоя жизнь. Твоя жизнь. Твоя жизнь. Твое будущее. Когда мы размышляем о каждом блаженстве, когда Бог говорит о нашей нищете, о поисках лица Божьего. Когда Он говорит о плаче, о нашем покаянии. Когда Он говорит о нашем состоянии духа, о том, чтобы нам просто быть снисходительными, или быть тихими, сами по себе, кроткими, способными иногда себя самовик смиреть. Когда мы говорили о том, что нам нужно алкать и жаждать, или жаждать Бога очень сильно, и насыщать Свою плотик, дух свой, не только плотный дух свой. И мы сегодня говорим о милости Божией, и здесь больше говорится о социальном вопросе, о наших взаимоотношениях. Бог в этих блаженствах вложил так много разных сфер влияния в нашей жизни, и не прошел ни одну мимо. И сегодня мы будем говорить о тем, кто рядом с тобой. Милость, она Богом данная мне, чтобы спастись. Но Бог поставил условия, милостивые, блаженные, милостивые, милостивые, ибо они помилованы будут. Бог нас невольно возвращает туда, к этому белому престолу, когда будет подчеркнута твоя черта всей твоей жизни. Когда будет открыта книга всех твоих дел, всех твоих отношений, всех тех дел, которые ты делал на этой земле. У меня нет много времени, но я хочу вместе с вами вспомнить несколько мест Писания. Вам знакомо? Я на память буду. Приходит человек и спрашивает, как мне попасть на небо. Господь ему говорит о заповедях. И вот его затронул вопрос, а кто ж мой ближний? Вы помните эту историю? И там в конце, когда Иисус рассказал, вот один проходит священник, левит и так далее, проходит самарянин, пришел, увидел этого больного, израненного, избитого. Сделал все необходимое. Иисус задает вопрос, как ты думаешь, кто твой ближний, но тот, который оказал милость? Иисус говорит, иди, поступай так же. Милость. Чужому. Без награды. Состояние. Состояние души человека милостиво. Блажен, имеющий дух внутри себя. Состояние человека, желающего, готового миловать. Иисус рассказал другую притчу в Матфея. Царь собирает всех. Там о вечности, это 25 глава. Там сказано о царе. Я открою ее. И там приходят к нему люди, все знают его, одни и другие. И царь обращается к ним и говорит. Я алкал, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был ранником, и вы приняли меня. Был нак, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. У праведника вопрос, когда это мы все делали. Иисус просто сказал, очень главные мысли. Так как вы сделали это одному из всех братьев, моих меньших, то сделали мне. Состояние человека видит нужду. Милостивый тот, который готов помочь тому, кто в беде. Он не все может. Ты не все можешь. Сделай, что можешь. Сделай то, что тебе твоя рука может. Он говорит, войдите, благословенные. У других была тоже возможность. Были варианты, когда ты мог не пройти мимо. И он тем, которые знали, он сказал, идите туда, в тюрьму внешнюю. Вам ничего не стоило, вам не требовалось очень много делать. Приди, скажи, посети, поддержи. Сделай посильное то, что может твоя рука. Милостивое сердце, готовое видеть нужду другого. Вы знаете, точно то, что Иисус сказал, блаженны и милостивы, ибо они помилованы будут. На земле ты видел нужду другого. Войди в радость Господина твоего. А у другого не было этой милости. Он просто проходил мимо. Для него была закрыта дверь. Еще одна притча Христа, когда приходят должники. И он простил многого. Вы помните, там 500 динариев. Один должен, там другой. И он, прощенный, пошел, встретил своего друга. Он ему немножко должен был. Стал бить, колотить его. Отдай мне мой долг. Что сделал человек, царь, с тем, кому он простил долг? Он пришел в негодование. Я тебе все простил. Знаете, наши отношения, которые нам показал Господь, Голговский крест, нам Бог много действительно простил. Бог говорит о милосердии сегодня. О состоянии твоей души блажен. Блаженны, милостивые. Блаженны, у которых есть сердце, готовое миловать. Ты будешь помилован. Я интересно посмотрел некоторые мысли, переводы некоторых текстов в Писание. И на одном хочу с вами поделиться. Яков говорит такие слова. Вторая глава, 13 стих. «Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». В одном переводе вообще глубоко сказано. «Не будет снисхождения на суде тому, кто сам не оказывает милости». Никакого снисхождения будут себя судить, как ты судишь других. Я думаю, Господи, дай на милосердное сердце. Так много примеров в Библии, так много глубины сокрыто в этом. Я просто вспоминаю еще несколько примеров библейских. Елисей, пророк Божий, когда сирийский царь вышел на войну, и он посылал своих разведчиков или войска. Бог открывает Елисею, где будет какая засада. И долаживал царю. Ну, у сирийского царя какая проблема, в чем проблема, почему наш план раскрывается. Я долго не говорю всю эту историю. И в итоге, когда Елисей стоит, это рано утром произошло, Геезия, наверное, мы не читаем имя, но, возможно, это был тот Геезия, который стал «Государь, государь, мы окружены». Бог закрывает глаза по молитве Елисея, всем этому войску. Елисей их ведет в столицу, в Самаре. И что он говорит царю? Царю, ну что, умертвить надо враги в наших руках. Мечом ли ты их пленил? Накорми их, напои их. Они это сделали. И Библия говорит, и после этого полчища сирийские войска не приходили на землю Израиля. Милость. Очень много примеров. Давид говорит, когда, а Веса говорит, слушай, вот копье, когда они у шатра ночью пришли, вот Саул, вот копье, я его просто пронжу. Он сказал, не убивай. Останется ли ненаказанным, кто подымет руку на помазанника? Пусть Бог с ним разберется. Милость. Милость, которая движет нами. Сегодня был прочитан 111 Псалом, 5 стих. Добрый человек милует. Это состояние того человека праведника, потому что Библия говорит, плод праведности – милость. Любовь милосердствует. Это, кажется, второе даже качество любви. Из Коринфянам 13 главы 1 послания, вы помните? Любовь милосердствует. Когда апостол Павел говорит о качестве христианина, то он говорит, пусть ваша жизнь, ваша жизнь, она будет облачением милосердия. Вы знаете, это очень сильно глубокая тема, которая нам иногда, знаете, хочется всегда справедливость иногда доказывать. Но если бы мы знали, что когда-то Иисус сказал очень глубокие слова своим ученикам, они шли в Иерусалим, их не приняли в самарийском городе, огонь свести. Иисус просто отвечает, останавливается, не знаете, какого вы духа, ибо Сын человеческий пришел не губить души, а спасать. В другом месте Христос говорит, ой, если бы мы знали, что милости хочу, а не жертвы. Брат мой, сестра. Сегодня у нас так много дел на этой земле, так много отношений. И мы часто забываем Божью заповедь, которая нам просто повелевает, как в Луке написано, Христос сказал, будьте милосердны, как Отец ваш милосерд. Будьте милосердны, как Отец ваш милосерд. И знаете, и милость, это не значит, я покрою любой грех, и мне все равно до ближнего. Да, милость, она иногда вынуждает меня просить Божьей милости, пусть Бог. Иногда нужно покаяние человеку, я понимаю много вопросов, может быть, по этой теме, Дух Святой пусть сегодня вам откроет. Я просто хочу, завершая, несколько сказать еще мысли, которые в моем сердце есть. Счастье в доме, в вашем доме, в моем доме, когда ты милосердно относишься к своему супругу. Когда к своим детям, да-да, когда ты будешь милосерден и во многом покроешь любовью. Вы знаете, я замечаю такую картину. У нас был, она последняя, например, просто. У нас был один пример, я вырос в городе Минске, и многие семьи знаю. И в одной семье росли дети. Мы жили, у нас была на седьмом этаже наша квартира, на пятом этаже были верующие многодетные семьи, и на третьем этаже многодетные семьи. И вы знаете, какое было воспитание в доме, такие дети были. И они так сильно копировали. У одного просто кулаки чесались. Он говорит, так нас папа по любому поводу так воспитывает. И потом отец уехал, и они, в принципе, я не знаю, как их судьба дальше сложилась. И вы знаете, братья мои, сестры, отпечаток наших отношений, как мы, взрослые, относимся друг с другом, так сильно влияет, как вырастут наши дети. Это здесь на земле. Это здесь на земле. А в вечности Бог откроет книгу. И мы будем судимы по нашим делам. Счастье испытывает тот человек, который покрывает проступки других. Он приобретает друзей. Есть всему свой вес. И все отношения надо с молитвой и просить у Бога милости. Я, наверное, продолжу в следующий раз говорить эту тему. Но я хочу завершить несколько мыслей. Поскольку примеров нету и времени нету, я хочу просто оставить вам золотой стих. Первое послание Петра, 3 глава, 8 и 9 стих. Первое послание Петра, 3 глава, 8 и 9 стих. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Я хочу закончить только одной фразой. На небо узкий путь. На небо узкий путь. Каин, тебе еще дан шанс. Тебе еще дан шанс. Я знаю, что милосердие – это то, что там на суде сыграет огромную роль моим и твоим спасением. Блаженны, милостивы. Христос об этом подчеркнул ясно. Каково моя жизнь, мое сердце по отношению к моему ближнему, к дальнему. Кого ты знаешь и кого ты не знаешь. На работе во всем местах. Боже, помилуй нас. Будешь помилован. Милостивы будет помилован. Амин. Давайте мы помолимся. Отец, я благодарю Тебя, что не по заслугам нашим, но по великой Твоей милости. Ты сказал отцу, вот иду исполнить волю Твою, Божию, потому что Ты, Бог, милостивый, прощающий беззаконие. Слава Тебе. Господь, дай нам такое же самое сердце. Особенно в тот момент, когда мы просим Тебя, Господи, в этой молитве, Отче наш, прости нам согрешения наши, какие мы прощаем, должникам нашим. Боже, дай нам всегда это помнить. И дай нам, Господь, это милосердное сердце. Сердце, готовое покрыть, когда нас особенно просят прощения. Дух Святой, не дай, чтобы эта жестокость этого мира, как у этого каина сегодня, о котором Ты нам говорил утром, в начале, Господь, этого служения, оно, Господи, было в наших сердцах. У нас есть еще шанс. Слава Тебе, Отец, за это. Слава Тебе, Господь, за то, что у нас есть этот шанс, Господь Божий, и Ты сегодня взываешь к нам, чтобы мы сегодня, Господь, побороли свои эти страсти, побороли свой, Господи, гнев внутри, Господь, эту человеческую справедливость, которая, Господь, разрушает отношения, и мы сами от этого мучаемся. Мы уже об этом слышали сегодня, Дух Святой. И я молю Тебя, Господь, пусть Твое, Боже мой, качество Твоего сердца, ибо Ты, Бог, милосердный, Ты, Бог, милостивый. Пусть оно сегодня, Господь, будет и нашим качеством. Качеством, Господь, христианина. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Амин.